Самой обсуждаемой темой в СМИ и социальных сетях на сегодняшний день является конфликт на Украине. Ситуация в стране не только накаляет внутриполитическую обстановку, но и бьет по ее экономике. Украина на грани дефолта. Казна страны опустела, валютные резервы опустились ниже критической отметки. Напомню, что на конец января они составляли 17 миллиардов долларов. Более того, снижающиеся валютные резервы и высокая долговая нагрузка сопровождаются падением национальной валюты. Меры, предпринятые Национальным банком Украины, не дали нужного эффекта. Гривна продолжает падать. Сегодня на межбанковском рынке за 1 доллар США дают почти 10 гривен, в обычном обменнике уже 11. Ниже курс только в банках, но в операционных кассах валюты уже давно нет. Несмотря на то, что боевые действия на улицах Киева прекращены, ситуация остается по-прежнему тяжелой. Мы предполагаем, что на следующей неделе гривна продолжит ослабевать, и ее курс достигнет 10,5 гривен за 1 доллар США. Также многих интересует, как события на Украине повлияют на российский фондовый рынок. Хочется отметить, что рынок уже учел данные события, и котировки скорректировались нужным образом. Что касается отдельных компаний, то наибольшие потери может понести МТС и Вемпелком, как одни из крупнейших игроков украинского рынка. В целом мы оцениваем потери до 10% по EBITDA.